Если человек не может сам прийти в храм, храм приходит к нему. В России продолжаются святки, и в эти дни православные стремятся одарить рождественской радостью тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. В Республиканском центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья после новогодних каникул новая смена пациентов. Многие приехали из районов республики. У кого-то праздники прошли дома, и эта рождественская ёлка очень кстати. Церковные песнопения, посвященные Рождеству от учеников православного класса школы номер 29. Зрители в центре особенные, поэтому выступать непросто. Однако общение очень важно. Обычным детям даже это намного важнее, чем детям с ограниченными возможностями, чтобы они учились жить в обществе с такими детьми, принимали их, помогали им, встречая на улице, не отворачиваясь, не отходили, не прятали взгляд, а именно, чтобы они общались на равных. Большая радость благословения батюшки. И особенные дети, и их мамы священника видят и слышат совсем нечасто. Напомнить, наверное, слова апостола Павла, который говорил так. Всегда радуйтесь, написано, молитесь, за всё благодаритесь. Я из воли Божия. Среди тех, кто особенно радуется ёлке, воспитанница центра Жанна Аришева. У девочки детский церебральный паралич, но у неё есть своя творческая ниша – хореография. Как нам всем важно быть нужными. И для неё танец – это как раз быть нужным зрителям, быть важным для зрителей. Каждый сезон Жанна готовит новый номер на коврике. В этом году участвовала в благотворительной рождественской ёлке в театре оперы и балета. Я представила ей сейчас, что я полетела в небеса с этим танцем. Святочные дни – хорошая возможность порадовать тех, кому живётся хуже, чем тебе. Ученики детской музыкальной школы номер два имени Василия Воробьёва пришли с творческими дарами. А особую радость доставил Илья Михайлов с настоящей звонницей. Храм действительно сам пришёл к особенным детям, чтобы все могли ощутить радость Рождества. Зинаида Баршагина, Виктор Степанов, Вести Чуваша.